Суббота. Детям в школу. Вот Вася под утро к нам прибегает. А вот этот товарищ встал утром, до того как еще мама проснулась. Просыпаюсь, а он сидит. Ты чего не спал? Чего так рано встал? Бери чистые трусики. Пойдем, я тебя первую мою. Там Вася позевает. Сейчас Васюку отниму. Так, Васюшка у нас вот здесь спит. Вот я заяц. Ты ей на день рождения вязала. Так, вот я уже говорила, под утро она к нам прибегает. Вот эту даму мы сейчас сразу будем третью. После того, как уже у нас Вася умывается. Вот все быстренько. Лере сегодня не надо в школу. Лере завтра в воскресенье в коврог нужно будет. Лера тоже спит. Вот и Васюша встала. Ну что, Васюш, сначала Егорку я умою, да? Раз уж он первый встал. Ну, давай ему сегодня уступим место. Снежок оделась? Да. Вниз? А сменку взяла? Нам Егора в комнате хранится. Пойдем? Васюшка уже убежала. Опять вот такой беспорядок оставила. Пижамку свою не убрала. У нас вот такая пижамница. Хочу к порядку приучить. Вот, чтобы пижамницу убирала. В первые дни каждый день убирала пижамку. Сейчас уже наскучила. Порядок у нас любит Снежана. Да, Снежок? Скажи, я порядок люблю. Да? Я порядок люблю. Да. Мама, ты оденешься? Да, я одеваюсь и спускаюсь. Спускайтесь, там папа Вас кормит. Все, готов? Да. Девчонки еще не оделись даже. Вот они у меня так. У нас еще нет корзины под грязные. Это мы сейчас складываем, потом я тут все внесу. Мама, мы пойдем, а мы сейчас будем рисовать? Сейчас ты рисовать не будешь. Сейчас ты покушаешь и пойдешь в школу. И ты очень серьезно будешь там все слушать и запоминать. А пазлки можно? Что вам Светлана Владимировна скажет? А пазлки ты будешь собирать после школы. Понял? Да. Все, иди к папе туда. Он вас там кормить будет. Муж сегодня не работает, мне помогает, поэтому я сегодня встала не так рано. Попозже. Мама, можно я буду теплые носки одевать? Нет, не можно. Обязательно нужно одеть. Мама, у меня тут ниточка. Я сейчас возьму ноженки и отрежу. Василиса, у нас вчера было все аккуратно. Сегодня опять сегодня полная кровать. Все, она ложила у нас. Ну и что? Целый склад у Василисы Сергеевны. Ну и что? И не коверкай язык, пожалуйста. Снежок, одеваешься? Одевайся. Не могла не включить. Слушаем сказку «Два жадных медвежонка». И там, значит, в тексте такое звучит. Большая половина и меньшая половина. Так вот, мои сладкие. Нет большей половины и меньшей половины. Половины равны. Есть больший кусок и меньший кусок. А если поделили пополам, то это значит поровну. И больше и меньше половины не бывает. Но это Вам в школе потом еще раз объяснят. Вася оделась, одела портфель. А они туда были. Да. Наша доблестная команда Егора и Снежана ушли по улицу. Портфель и сменку оставили здесь. Вася, они сейчас вернутся и возьмут. Не надо таскать. А то сейчас опять Снежана будет плакать, что она не сама взяла. Вот у нас такие заморочки, да. Чуть что не так, сразу слезы. Да. А то у нас на улице снимешь. Грузимся. Егор, давай прыгай в машину. Так, пристегиваемся. Грузись, грузись давай. Все, ты тоже попал в кадр. Улыбнись. Все, давай садимся в машину. Выгружаемся. Давай ручку. Первый пошел. Второй. Выпрыгивай. Опа. Третий. Вот надо было на спину повесить. Давай. Будешь вешать на спину? Давай, тебе помогай. Вася, подожди нас. Давай, одевай. Так, у пешеходного перехода останавливаемся. Егор со мной за руку ведет. Так, Василиса, нужно остановиться и посмотреть. Мама, а почему ты меня не попадаешь? Снежана! Ой, вставай быстрей, то промокнешь. Так, никого машин нет? Давай. Давай, Егор, переходи. Очень скользко. Снежанка упала. Ну ничего, удачно? Не ударила, Снежок? А что случилось? Ручку ударила, что ли? Ручку ударила. Так, отключаем камеры. Разбирайте свои портфели. Давайте. Мой вот этот. Вот это первый Василисин. Держи. Это Снежанин. Вот твой. Одевайте портфельчики. Устал их. Все, давай с тобой. Все, бегу. Мама, пойдем. Мама, пойдем. Все, пока. Мама, пойдем. Я не пойду. Я сейчас тебя охирую. Все, пока. Все, давай, пока. Все, давай, пока. Давай, счастливо. Все, давай. Пока дети в школе, у меня время есть погладить белье. Вот такое безобразие. Я специально все вот это вот сюда складываю, когда оно у меня высохнет. Переглаживаю. И потом раскладываю по шкафам. Так, а Миша в это время, чтобы не думали, что я такая прям вот все успеваю. А Миша, мы еще софу ждем. Вот видите, тоже безобразие какое. Мы ждем софу. Вот он мне монтирует видик про детский садик. Мы сняли коротенький. Миша, большое тебе спасибо. Он меня не слышит. Ты меня не слышишь, да, зайка моя? Большая. Ладно, пошла доглаживать. На сегодня она болит. Где остальные-то? Жанна там Вашечка. А? Жанна там Вашечка. Не слышу. Жанна там Вашечка. Не слышу. Жанна там Вашечка. Я не знаю, что это такое. А где Светлана Владимировна? Она уже ушла наверх. Вась, пойдемте. Что, где у ребятка? Мама идёт. Мама, у нас в классе, где мы сейчас гуляемся, и выходим, и выходим, там одни малыши. Угу. А можно мы погуляем здесь? Мама. Где погуляется? Вот здесь. Тут сыро. Мама, пожалуйста. Пойдемте, папа сделает там машину. Вот свои какие лужи. Ну, тогда около дома погуляем. А? Тогда около дома погуляем немножко. Ну, вот около дома, может, сейчас посмотрим. Прямо сейчас. Все, закончили занятия. А где папа? У них идёт три урока. Каждую субботу. И мы сейчас будем рисовать. В школу будущего первоклассника. И мы сейчас будем рисовать. Занятия платные. Ну, недорого. 60 рублей один урок стоит. И мы сейчас будем рисовать. Мамуля, мамуль. Ай. Забыла, что хотела сказать. Мама, мы будем рисовать. Будете рисовать, да. Вот такое солнышко. Погода очень хорошая. Мама, я в лужу попал. Егор, в лужу не ходи. В чем гулять-то пойдёшь? Сапоги сейчас промочишь и всё. Васюша, обходи лужи. Мама, я в лужу. Мама, я в лужу. Я в лужу. Мама, я в лужу. Я в лужу. Я в лужу. Какой чиз при таких дорогах. Ха-ха-ха. Ай. Вот такие у нас. Пешком ходить. Это, да. Маме стирка лишняя будет. Поэтому ездим на машине. Пешком ходить. Пешком ходить на машине. кто-то давайте давайте пошевеливаем пошевеливаем лихошки еще нет раздеваемся на лестнице давай егор егор в лужу ступил совсем промок носок тебя насквозь тебя там будешь давай вот так как это красиво а что там твои фотографии а зачем не фотографирует ты красивее а у егора нету а егору мама не сделала бантик егор из-за этого очень долго кричал и скандалил все переодеваемся дети у меня из школы пришли вот мы их разули мокрые все промокли я их перемула они сохнут это обувка сейчас они пообедают в их отправим гулять у меня есть резиновые такие из пенки внутри теплый меховой сапожок таких резиновых отправлю гулять зачем включила хочу показать у нас есть такие сапожки антиреклама на канале многодетные денечки вот этому купили егору в этом году на зиму хорошие они вот фирмы покажут и не дешевые для нашей семьи например сейчас для нашей семьи они не дешевые скажем присвоили тысячи ребенка это дорого что с ними случилось две недели минут носил вот такая вот картина это не вина ребенка ребенок здесь не виноват пришлось купить его дешевенькие такие вот черные дохаживать эту сила такая печалька так что даже в дорогой обуви встречается вот такая неприятность хотелось конечно отзыв написать куда-то там что-то но у нас только сейчас разных дел что никуда мы не стали писать никуда не стали жаловаться просто мы их выбросим стройка это та же война война войной обед по расписанию за хорошее поведение егор сергеевич и снежана сергеевна были примированы почетным правом вытереть посуду сейчас будем обедать вытираем а вы же гулять или собрались ну вот сейчас я вам резину и достану погуляете а потом будете разукрашивать нет после гулянки вы сначала кукурузки сидите да а потом будете разукрашивать это сейчас суп перед гулянкой до вот особенность этих детей в том что нужно каждый раз им все проговаривать постоянно что в каком порядке мы будем делать иначе они это делают сами и настолько навязчиво что бывает уже даже доедает если честно нет сейчас не будем пытаемся впихнуть не убирающиеся подбираю слова чтобы не выпасть из зоны русского языка маленький ларгус впихиваем тахту мишки как-то так универсальная машина не поднимай то не взорвешь супер реклама отечественному автопрому а вот как я им помогу только что морально подержу почти почти впихнули сейчас сергей витальевич обещал что я поеду как кузнечик он подвинет кресло вперед я-то ладно а вот как он поедет будешь как в том анекдоте прокладкой между рулем и сиденьем иди двигай прокладка а все уже уперлась сергей витальевич думаешь закроется почти убрался дверь закроется конечно как я будь то вот так по вашей рукой ягод свое держу первый пришел с гулянки выжимать бесполезно я не знаю до трусов или нет нет ясно в общем вот такая картина дети вышли погулять значит сапоги они конечно непромокаемые но через верх в них заливается очень даже хорошо вот эти теплые они вот очень тяжелые они полностью сипок мы только что тохту привезли вот затащили и егор плечит бежит мама что мне делать не девочек звать или нет вот такой вот все сейчас у нас машинка стиральная будет стирать снимай носки ты сейчас там все мокрое у тебя будет папа там кричит грозится мише дать ключик на 10 и чтобы мама это все засняла как он будет мучиться все иди давай быстро все сухое одевать ну вот такие наши потери при гулянках дети удовольствие получили двадцатиминутной ой вся лестница мокрая его течет у нее все с одежды я не знаю можно в луже скупался потери при экспортировке вот у нас какая потеря вот такая мы про царапали ступеньку очень здорово прям промяли ее сильно что делать мебель дома нужно как-то и затащить надо иди одеть сухие носки иначе болит видишь а девочки тоже такие же как ты мокрая обалдеть бедная мама ну чё сергей витальевич дал ему ключик на 10 он 12 взял да да так а можно слово сволочь или нельзя меня в черный список не внесут так слово литературные сказано без злобы и поедем в магазин за лодкой да размечтались вы понятно так никто пить не будет мы ее так сервант поставил как и фломастеры жди девочек рисовать будешь когда девочки придут ты я знаю как ты фломастер рисуешь ты что делаешь с ними нажимаешь на них и они у тебя у ползают внутрь правильно пазлки ну вот иди пазлки возьми хотела незаметно подкрасться и получилось ярко фломастер пишут а вы мне чё это уже на там рисуете на полу где нарисовал смывайте егор рисовать нужно на раскраски на полу не надо рисовать а чё вы на полу рисуете у вас на полу есть или вам удобнее на полу давай фломастер покажем его вот такие фломастеры на пробу взяли дай мне сюда дай мне сюда китайские наверное но они такие интересные кисточки фломастеры кисточки не знаю так его руки мне показывай свои ой какие красивые руки так ругаетесь вверх ногами показываешь это он так рисует очень красиво мама можно я его летом в ванне покупаю просто она уже давно не мылась посмотрим летом ее легче высушить так как у нас сегодня суббота снова мы сегодня всем меняем постельное белье детям я меняю раз в две недели зимой ну летом конечно еженедельно плюс еще когда если какие-то сюрпризы запачкалась или что конечно тоже меняем что можно и мишку летом постираем так его свое белье сам снял доставай из ящика ты умеешь постелать постелать постелай сам свое белье девочки тоже свои сейчас снимут сейчас такая вот гора белья все снимайте доставайте чистое снежан ты подушечку убирай с кровати я зачем камеру включила чтобы снять как ты мне помогаешь вот давай снимать свое постельное белье и лера сейчас тебе поможет новое постелить чистенькое еще у миши нужно сейчас забрать тоже так здесь три наши двух спалка 4 егор 5 и мишина в общем шесть комплектов мне нужно будет пересчитать да девчонки спорят не знаю это не твои это мальчиков белье вася иди совсем без белья тогда не хочу не хочу вася это и мальчиков как бы да как-то был вопрос я уже не помню где на на в одноклассниках там очень часто всякие заметки ругаются между собой что-то затронули тоже вопрос о многодетных и кто-то в сердцах написал да чем отличается семья с двумя детьми от многодетной семьи ну я вот считаю тоже ничем не отличается просто у нас тарелок супа например на столе стоит больше да и вот то что нужно сделать нужно увеличивать кратно на количество детей сыр твой медведь сюда улыбается ты сняла постельные молодец и все а в чем еще больше различия такие же родители две руки две ноги на статьи бабушек дедушек нет мы сможем одни что выкручиваемся как можем привет всем пойду мишу на постельный снимать аж куда побежал лишь не трогай не надо солнышко какое его сергеевич у нас истерика объясни мне а его сергеевич что случилось то ты опять нишу обозвал да я слышала я слышал я была здесь я была в мишиной комнате я слышал как ты его обозвал сколько раз я тебе говорила нельзя обзываться это очень некрасиво и не надо брать пример с тех мальчиков в детском саду которые тебя тоже обзывают миша взрослый уже и не надо его взывать надо извиниться перед мишей егор егор перед мишей нужно извиниться за то что ты его позвал вот и себе постельные поменял сам я бы хотела тебя прийти похвалить ты молодец ты видишь и подушечки сам вот наволочки сама дел и простынку постелил и пододеяльник все сложил аккуратно ты умник ты зачем я в мишу обзываешь ты же хорошо себя ведешь давай договариваться не будем больше обзывать нишу слышишь меня не слышишь нет не слышишь маму вот так здорово а что не так опять да вот это сюрприз мама рядышком стоит он вам не слышит совсем не слышишь это потому что у меня в руках камера поэтому он ведет себя более-менее спокойно если я ее выключила мы сейчас еще прыгнул на пол начал бы стучаться всеми частями тела какими можно руками ногами головой потому что ему не нравится когда ему что-то говорят неприятное ему не нравится когда его ругают ему не нравится когда его оговаривают что-то он не так сделал неправильно сделал вообще в самом начале когда они к нам пришли они не по ним они нет никому они понимали слова нет но они его воспринимали штыки стоило только сказать нет нельзя и было истерика на полчаса так у нас на он сейчас уже стал подрастать поэтому истерики таких уже бурных то вот нет получается поэтому я если что-то смогу заснять я конечно буду заснимать да для чего это делаю чтобы другие родители тоже приемные родители смотрели видели как дети неприятно некрасиво это выводит взрослого человека из себя потому что вот ни один из моих детей даже снежана никто не мог позволить себе сказать что-то плохое про маму или про папу а его он может кого угодно позвать у нас сказать что не люблю маму мама дура там папа дурак вот он это может сказать потом он кается потом он бежит проще просит прощения но факт есть факт того что он так сказал вот я конечно надеюсь это переносит хорошее поведение нет совсем нет не перерастет так и будешь себя вести что ли его хорошо будешь себя вести вот это просто у него такое вот восприятие так он себя ведет очень хочу своими и будущими тоже видео чтобы вот те приемные родители кто в начале пути пока вы еще нет приемных детей видели что вот это не то что он плохой ребенок нет он очень хороший ребенок он ласковый но это вот его такая суть вот он такими криками и повода для того чтобы психовать и нервничать взрослым абсолютно тем более например прийти и сказать да заберите вы его обратно он нам не подошел под цвет обоев или там муж это я так утрирую конечно но еще пять минут и все я уж не буду больше снимать все егор давай успокаиваться на скоро баня ты себе припас уже белье вот давай я покажу как ты себе видишь какой солнышко у нас вот он себе все в баньку припасам да все завернул полотенчика девочки тоже себе все припасли тазик у нас тут стоит эта курточка являл на улице я курточку выстерла а чего тебе опять скачешь ты егор что случилось а я ползаю с тряпкой думаем коридор у нас вот так вот читает лежит винти ну какую-то сказку читаешь ну-ка скажи снежка на на низ к папе ушла и это же надоело слушать егор у нас снова кричит такой субботний а всего-то навсего девчонки не взяли его с собой играть давать вот он у нас кричит уже но полчаса точно надоедает конечно на что делать стараемся не вращать внимание такой у нас вот особенный мальчик а чё кричит якур сергеич чё кричит а лукоморья так ты прочитать и рассказать хочешь прочитать это очень долго будет мне нужно домыть полы это там воду на наливание давай я полы домой и приду к тебе ты меня прочитаешь хорошо это наши прелести жизнеприемной семьи давай сюш нам часто приходится слушать такие вот крики с психикой у него все в порядке он вполне нормальный ребенок в школе он себя так не ведет он себя ведет так только при маме ну что делать 8 ну вот так вот у себя ведет и ты своего мишку показываешь так все девчонки пойду я полы домой уже поздно как поздно десятый час василиска у нас намылась не видно темно сейчас так так одетая поверх кровати легла ужинать не стала не захотела лир чего делаешь телефончик там мелко мастер-класс олят это нет не нравится мастер-класс другой вы егорса снежаной там не еще доедают их накормить целая эпопея но они хорошо кушают егор у нас сегодня раскапризничался даже не раскапризничался истерика у него этого обычное дело мы тоже привыкли я буду снимать и выкладывать это все создам плейлист опыт истериках таких детей о том как он привыкал как эти истерики становились все меньше сейчас они другие совершенно стали более взрослые что таки вот ну как мы их гасим просто подхожу и жалею целую его и она постепенно сходит на нет а потом он своего горюшка заедает вкусной едой так же сейчас получилось сидел на лестнице кричал кричал я к нему вышла говорю ну чего ты хочешь зайчик чайку с печенкой это ну пойдем чайку с печенкой он уже ужинал пошел еще чайок с печенкой сидит сейчас счастье полная попа зато мама вся ходит на нервах придется его завтра в ванной купать раз он бане отказался мыться так у нас день прошел день насыщенный такой с одной стороны веселый с другой стороны вот к вечеру нас так настроение нам его подпортил истерика возникла на ровном месте буквально ни о чем просто девочки не взяли его с собой рисовать он видимо то ли фломастер у них отбирал то ли что и они отказались с ним рисовать он ушел свою комнату и начал скандалить кричать причем кричит он тогда когда я нахожусь рядом или там муж находится рядом для того чтобы мы его слышали он понимает что нам это неприятно и громко кричит ну в общем о криках будет отдельное видео не у всех приемных родителей все гладко проходит вот наша семья как раз то которых которым досталось вот такое вот вот снежок у меня уже пришла до снежа плохо тебя видно уже темно ладно все надо заканчивать емочку да со всеми прощаемся желаем всем благополучия и спокойствия в доме